Массовая вакцинация от коронавируса в России началась год назад. Больше половины взрослых камчатцев уже защищены от ковида двумя дозами спутника ВИ или ковивака, а теперь в крае начали прививать детей с 12 лет. Тебе звонится медсестра, спрашивает самочувствие каждые 7 дней, в течение 7 дней, каждый день, да, будут позвонить ей. Ну, как ты первая, вакцинация у тебя прошла, да, позвонивали, спрашивали. Только, пожалуйста, думаешь, убери. Речь об аудиоконтроле в течение недели после прививки за ощущениями ребенка пристально следят. Тщательно проверяется и состояние перед вакцинацией. Это обычный медосмотр. Температура, ухо, горло, нос, работа легких. Есть и заболевания, при которых прививку не будут делать в принципе. Противопоказания – это, опять же, хронические заболевания. В первую очередь идут у нас дети, которые состоят на третьей группе, по третьей группе здоровья, да. Это у нас, опять же, дети-инвалиды, кто состоит на учете с сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Это в основном у нас дети с бронхиальной астмой. Есть и другие противопоказания. В любом случае, врачи делают все, чтобы вакцина для ребенка была безопасной. Она называется «Спутник М». Это несколько измененная и облегченная версия «Спутника Ви». Вакцина хранится в замороженном виде, поэтому перед каждой прививкой мы ее оттаиваем. Повторному замороживанию она не подлежит. То есть, вот когда ребенок приходит, только тогда ее можно отогреть. Для этих подростков это уже вторая доза вакцины. Реакция на нее у детей, как правило, отсутствует или едва заметна. Хорошо перенес, ничего такого не было. Я думаю, это нужно делать всем детям с 12 лет примерно. Значит, я вообще человек ответственный. И также ответственно подхожу к здоровью ребенка. И поэтому мы делаем все прививки по графику, которые... И каждый год делаем от гриппа прививки. И вот решили тоже... Ну, не то, что решили, а это нужно сделать прививку. Я считаю, что это обязательно нужно сделать прививку. Никто не может заставить ребенка сделать прививку. Даже собственные родители. Это всегда совместное решение. Но пока ответственных в этом отношении семей в крае мало. Вакцинацию прошли чуть более 50 камчатских детей. Это в основном дети медработников, госслужащих, кто поступает, допустим, в военные учреждения. Ну и желающие, конечно, есть, но их единицы. Для желающих привить своего ребенка от коронавируса созданы все условия. Подбираем время удобное для родителей с детьми, чтобы они пришли. И их пропускают без очереди. Аналогично и в первой детской поликлинике. Зеленый свет для всех желающих привить своего ребенка. Дети приходят сознательные. Например, братьям Никите и Егору не нужно объяснять, зачем делается прививка. Ну, это обычная процедура, которая, я считаю, что она полагается всем, потому что это поможет закончить и безопасить наших родственников. У меня вот есть бабушка, вот ей, может быть, эта болезнь опасна, вот мне не так сильно. Я люблю бабушку, поэтому ради нее, ради своих близких я это и делаю. Дают освобождение от школы на два дня. Ну, если станет хуже, то, может, и побольше дадут, но мне хуже не становится. Прививки делать надо. Они защищаются все-таки от вирусов. Хоть это, может быть, и не так действенно, но хотя бы от симптомов она уж точно защитит. Еще одна мера предосторожности. Родители с детьми просят 30 минут после прививки оставаться в поликлинике. Есть ограничения и на ближайшую неделю. Сегодня мы купаемся, не гуляем, спортом не занимаемся в течение недели. Новые продукты не вводим. То есть, в остальном обычный образ жизни. На сегодняшний день в первой детской поликлинике привито 26 несовершеннолетних. Из них 11, в том числе Никита и Егор, получили вторую дозу вакцины. Сами юные пациенты на ощущения не жалуются. Ну как? Ну, не больно. Я даже практически ничего не почувствовал. Соцопросы показывают, что среди антивакцинаторов меньше всего представителей молодого поколения, школьников и студентов. И это подтверждают сами ребята. Сделал, чтобы не болеть. Как к твое окружение относится? Положительно. Положительно? Да. Ну, то есть, прям все считают, что делать? Ну, скорее, просто никто не считает, что ее не нужно делать. К счастью, врачи наблюдают и рост сознательности среди взрослых. Слишком многих затронула последняя волна пандемии, вызванная штаммом омикрон. Некоторые родители настаивают, вот прям настаивают. То есть, бывает, что у ребенка, ну, там было какое-то заболевание в прошлом, вот, и вот они сейчас хотят привиться. Мы им говорим, что пока надо обследоваться, у вас вот было там то-то, то-то. Они прям так вот, нам надо, мы хотим. Может быть, это связано с пониманием того, что сама инфекция непредсказуемая. Коронавирус по-прежнему опаснее всего для пожилых и хронически больных, но это не значит, что он совсем не угрожает детям. Камчатские врачи утверждают, подростки легко переносят болезнь, но нередко получают тяжелые осложнения. В ряде стран уже начали прививать малышей с трех лет. Решение о прививке добровольное, но лучше принять его пока не стало поздно. Редактор субтитров А.Семкин